Дмитрий Яшин Но сегодня он вместе с ульяновскими болельщиками Выражаясь языком фанатов, топит за Россию Но ставит на ничью 1-1 Считая сборную Египта крепким орешком Вокруг Салаха столько много разговоров Я думаю, что будет слишком много футболистов у нас держать Салаха Может забить кто-нибудь другой Потому что там есть довольно-таки тоже неплохие футболисты, которые играют в Европе Первый тайм особых эмоций спортбаровцев не дарит Сборная России хоть и имела некоторое игровое преимущество Но Галами не разжилась Куда более раскопощенная обстановка царит в фан-зоне на берегу Свияги Посмотреть игру здесь собрались более двух тысяч жителей города Россия! 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 Словно услышав этот призыв, российская сборная не без помощи рикошета Сразу после перерыва открывает счет Болельщики ликуют, но как-то осторожно Ведь играть еще почти целый тайм, поэтому все внимание к экрану Даже у сотрудников ОМОНа Куда больше эмоций после гола Дениса Черышева Ноги понимают, сборная Сея в этом матче в победу уже не упустит Игра просто огонь вообще, молодцы наши русские Просто сделали игру вообще, молодцы просто, прям браво, браво, браво А затем был гол Артема Дзюбы, который встретили общим ликованием Говорят, где-то в толпе были болельщики сборной Египта со своим национальным флагом Но им не помог даже Салах, реализовавший пенальти В последней минуте сборная России ведет 3-1 Фан-зона пустеет довольно быстро Все-таки уже заполночь Но эмоции переполняют Многие болельщики намерены прийти сюда 25 июня Когда сборная России сыграет заключительный матч группового этапа против сборной Уругвая Михаил Арсашанский, новость Ульянской правды МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА